МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...масштабное преобразование нотариата с целью повышения роли и правового статуса нотариусов в гражданском обороте и усиления ответственности нотариус за совершаемые ими действия. Продолжается планомерная работа по совершенствованию законодательства о нотариате на государственном уровне. О том, какие изменения у нотариуса в 2020 году, пойдет речь сегодня в нашей программе «Территория права». Ольга Николаевна Булатова, на кольцентрат Нотариальной палаты Самарской области, сегодня в студии. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Ну, а мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, по наследству, по завещанию, по брачному договору, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в эфир. Ну, и, конечно, периодически появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области. Вы также в свободное время можете зайти, он очень информативен. Ну, и в рабочее время консультанты всегда вас проконсультируют по этим телефонам. Ну, а мы ждем ваших вопросов в прямом эфире. Ольга Николаевна, ну вот тема заявлена, и сегодня после Нового года в средствах массовой информации просто пестрят заметками о новом законе про цифровой нотариат. Что это за закон, расскажите, пожалуйста. Да, закон был принят в конце 2019 года, но этот закон фактически не представляет собой самостоятельный закон, регулирующий какие-то особые нотариальные действия. Законом вносятся изменения в основы о нотариате, законодательстве нотариата Российской Федерации, которое уже действует с 1993 года, ну и в ряд других законов. Почему этот закон назвали законом о цифровом нотариате? Дело в том, что он касается каких-то новшеств в совершении нотариальных действий путем использования уже имеющихся цифровых электронных средств, а также предусматривает иные какие-то способы в связи с развитием нашей электронной технологии. Поскольку все государство на сегодняшний момент нацелено на развитие цифрового пространства, цифрового правительства. Так, например, данным законом, одними из новелл закона являются совершение сделок в дистанционном порядке, когда несколько нотариусов участвуют при совершении сделки, удаленное совершение нотариальных действий, проверка личности путем обращения к биометрическим персональным данным, хранение документов в электронном виде, возможно, предусмотренным законодательством. Ну и много еще новелл, которые связаны с организационной деятельностью нотариата и взаимодействием с ведомствами. Ну, как мы знаем, нотариат уже давно взаимодействует с рядом ведомств путем электронного взаимодействия. Это изберегательный банк получает сведения о счетах наследодателей, это сведения из органов записи актов гражданского состояния. Налоговый орган также принимает информацию от нотариусов в электронном виде, да, ну и органы Росреестра, конечно же, тоже. Поэтому, как будет работать данный закон, мы узнаем попозже. Срок вступления в силу поправок, установленный законодательством, большой. Практически все поправки вступают только лишь через год после обубликования. Но это логично. Почему? Потому что, ну, необходимо, во-первых, подготовиться технически, а во-вторых, все-таки необходимо принять ряд подзаконных нормативных актов, поскольку механизм, да, установленные основы, да, и концептуальные, даже не концептуальные, механизм совершения, да, есть. Но те регулирующие нормы, которые будут как раз говорить о порядке передачи, предоставлений, использовании каких-то технических средств, требований к формату электронных документов, они должны быть еще установлены подзаконными актами. Понятно. То есть в течение года вы, нотариусы, готовитесь, обеспечиваете базу как техническую информационную, и уже потом вот эти все множества потихонечку будете внедрять. Это понятно. Ну, давайте поподробнее вот все-таки про дистанционный порядок совершения сделок. Что это такое вообще? Как это понимать и как это будет осуществляться? Дистанция, да. Один нотариус и сторона сделки находятся в одном месте, а другая сторона обращается к нотариусу дистанционно удаленному. Это очень удобно. В другом городе, в другой стране? В другой стране, здесь уже мы говорим о применении норм иностранного права, да, давайте будем говорить пока да. То есть в рамках России? Да, в рамках России, потому что здесь порядок у нас установлен в рамках совершения сделок по российскому законодательству. Это, конечно, очень удобно в связи с динамичностью развития гражданского оборота, в связи с тем, что наша страна огромная, часовые пояса, да, широка страна наша родная. И поэтому, как это будет работать? Одна страна, предположим, продавец, желая продать квартиру, находящуюся в Самаре, обращается к нотариусу в Самаре. Другая страна, покупатель, находясь в другом городе, обращается к нотариусу в своем городе, обратиться они должны одновременно. То есть присутствовать у нотариусов, не просто там позволители. Да, присутствовать, да. Каждый из нотариусов совершает, проводит действия, которые он обязан провести для обеспечения законности сделки. Он устанавливает личность, проверяет дееспособность, волеизъявление лица, которое к нему обратилось, выясняет, какие условия сделки готовы указать сторона. Затем составляется проект договора в соответствии с соглашением сторон. Данный проект составляется использованием средств единоинформационной системы нотариата, загружается туда, и каждая из сторон подписывает сделку у нотариуса, у которого она находится, с использованием электронной подписи. Электронную подпись в данном случае формирует сам нотариус с помощью планшетов. Уже порядок формирования электронной подписи нотариусами действует даже в настоящий момент, поскольку нотариусы имеют право даже на сегодняшний день совершать действия в электронном формате, в электронном виде. Ну и после того, как будет совершено нотариальное действие, оно состоялось, несмотря на то, что сами стороны друг с другом формально не встретились. Это все понятно. Это очень удобно, быстро, одновременно. А дальше-то как действовать уже непосредственно? Когда сделка состоялась, документы окончательные? Если это касается недвижимого имущества, то передать сделку на регистрацию в праве один из нотариусов, это будет определено соглашением. Для того, чтобы определить, к кому из нотариусов, у нас же есть требование закона, когда определяется конкретное место совершения нотариального действия, и совершение сделок с недвижимостью, например, должно совершаться только лишь в месте нахождения недвижимого имущества, и он в субъекте Российской Федерации, в данном случае хотя бы один из нотариусов должен являться нотариусом того субъекта, где производится отчуждение сделки. Сделка совершена, необходимо оплатить нотариальный тариф. Нотариальный тариф. Ну хорошо, сделка совершена, она не может быть несовершена без передачи денежных средств. Это кто контролирует? Так же нотариус? Так же нотариус. Денежные средства у нас могут как быть переданы до совершения сделки. В этом случае стороны могут либо заявить нотариус о том, что уже платеж произведен, расчет по сделке, либо предъявить документы, подтверждающие, что расчет по сделке произведен. Так же может быть произведен расчет по сделке в момент подписания сделки, ну у нас в электронном виде, да, сейчас у нас банк онлайн, все это возможно. Более того, эти правила действуют и в настоящий момент. Оплата по сделке может быть произведена путем внесения денежных средств в депозит нотариуса. После того, как будет произведена государственная регистрация, нотариус передает сделки, денежные средства стороне, которая обязана их получить. Какие еще удобства несет в себе вот этот дистанционный порядок совершения сделок? Дистанционный порядок совершения сделок, помимо того, что можно не встречаться, это экономит, конечно, время, средства, да, ну не всегда готовы стороны доверить совершению сделки поверенному. Конечно. Более того, что за услуги поверенному зачастую также необходимо платить. Это либо расходы могут на услуги поверенного, либо это расходы на переезд там проживания и нахождение в другом месте. Здесь каждый из сторон пришли к нотариусу, совершили, сделка состоялась, все. Вот здесь расскажите, конечно, как будет уплачиваться тариф. Вы сказали, что будет он оплачен, но распределить ответственность нотариусов, вот на сколько участвуют? Во-первых, нотариусов несколько, а на сегодняшний день у нас налоговый кодекс, как говорит, нотариальный тариф оплачивается в равных долях каждой из участников, да, поэтому то свою долю оплачивает один участник, да, нотариусу, к которому обратился он, да, свою долю, другая сторона оплачивает тому нотариусу, к которому обратился он. Ответственность нотариуса в данном случае, поскольку они каждый совершал действие, каждый проверял дееспособность, да, установил волеизъявление и проверял проект договора, в соответствии закону, законной сделки, она будет субсидиарная, да, они отвечать будут вдвоем. Вдвоем. Ольга Николаевна, вот это действие, о котором вы сейчас рассказали, в этом году, он уже будет как-то практиковаться, либо это тоже нужно будет подготовить технически? Через год, да, с этим действием, да, мы встречаемся через год. Спасибо. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, 202, 11, 22, телефоны в студии. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители, мы говорим сегодня о новеллах, которые предстоят в 2020 году, которые в течение 2020 года будут внесены. Ну, а вопросы ваши по наследству, по завещанию, по брачному договору, пожалуйста, можете задавать консультантной нотариальной палаты Самарской области Ольга Николаевна Булатова, с удовольствием на них ответят, поэтому дозванивайтесь. Ну, а следующий вопрос, вот что такое удаленный формат на совершение нотариальных сделок Ольги Николаевны? И все ли нотариальные действия теперь будут совершаться удаленно? Не будем путать. Дистанционный и удаленный, да. Разные вещи. Да, дистанционный порядок гражданин к нотариусу приходит в любом случае. Удаленный порядок совершения, формат совершения нотариального действия предполагает, что гражданин к нотариусу может не приходить лично, потому что для этих нотариальных действий не требуется проверка воли изъявления гражданина. На сегодняшний день уже совершается нотариальное действие, которое совершается удаленно. Это регистрация уведомлений о залоге движимого имущества. Каким образом совершается данное нотариальное действие? На портале Федеральной Нотариальной Палаты загружается либо уже заполненная форма уведомления, либо заполняется форма уведомления, которая размещена на сайте, и подписывается усиленно квалифицированной подписью заявителя. Формируется файл, который направляется в Федеральную Нотариальную Палату для распределения между всеми нотариусами. Нотариус в порядке очереди забирает сведения для исполнения. После того, как нотариус получил файл к исполнению, он выставляет счет для оплаты нотариального тарифа. Заявитель оплачивает нотариальный тариф, нотариус совершает нотариальное действие, но либо отказывает, если вдруг там какие-то проблемы, и нотариальное действие не может быть совершено. Нотариальное действие совершается, нотариус в электронном виде на почту, которая указана заявителем, высылает в подтверждение совершения ненотариального действия свидетельство о регистрации залога. Одно нотариальное действие нотариусы совершают сейчас в рамках удаленного формата. Новый закон предусматривает возможность совершения более расширенного периода. Не все. Вот расскажите, какие действия можно совершить удаленно. Принятие электронных документов тоже может осуществляться удаленно. Принятие безналичных денежных средств на депозит, свидетельство неверности перевода также может осуществляться удаленно. Поэтому сегодня через госуслуги совершить удаленное действие невозможно, но закон предусматривает, что это либо через портал, который будет реализован в Федеральной нотариальной палате, либо через госуслуги. То есть нотариат у нас входит в электронное правительство. Скажите, пожалуйста, а вот как скоро, сделав запрос нотариусу на предоставление вот такой удаленной услуги, можно получить обратный ответ? Я имею в виду временные рамки каковы? Закон предусматривает пятидневный срок с момента оплаты нотариального тарифа. Нотариус обязан совершить нотариальное действие. То есть это не огромные электронные очереди, это все в динамичном порядке? Более того, динамичность совершения данных нотариальных действий будет обеспечиваться тем фактом, что нотариальные действия поступили, так скажем, в общую кучу все заявки. И каждый, любой нотариус Российской Федерации, работая, фактически учитывая протяженность Российской Федерации и различия в часовых поясах, практически круглосуточно каждый из нотариусов может брать на исполнение документ. Кем будет из нотариусов совершено нотариальное действие, как сейчас происходит регистрация, точно даже заявитель не знает. Но, например, если мы говорим о хранении электронных документов, которые предусматривает законодатель, нотариальное действие может быть совершено нотариусом во Владивостоке. Что же делать? Как потом получать? Во Владивосток ехать? Нет. Можно получить у любого нотариуса, где удобно. Да, выдача документа этого электронного будет производиться по удобному для заявителя месту. Адресу. Вот хранение как раз электронных документов, и это сделать может абсолютно любой гражданин? Для того, чтобы совершить любое нотариальное действие в формате удаленном, необходимо гражданину, ну, любой гражданин, да, но он должен иметь усиленную квалифицированную электронную подписи. Если нет усиленной квалифицированной электронной подписи, говорить о совершении такого действия удаленно, нельзя. Если она есть, да, конечно, в том числе и хранение электронных документов. Это нотариальное действие на сегодняшний день не существует, мы пока только нотариусы, да, хранят документы только на бумажном носителе. А это вот будут электронные документы, ну, поскольку все, да, переходит в цифру. Да, скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, вот у меня просто логичный вопрос следом. А вот получить гражданину свою электронную почту поможет, подпись, прошу прощения, поможет нотариус? Либо как и где это сделать? И вообще, каждому ли гражданину она необходима? Электронная подпись получается в удостоверяющем центре. Для совершения нотариальных действий, если гражданин, не имея электронной подписи, обращается к нотариусу и желает, предположим, совершить доверенность в электронной форме, ему не нужно изначально эту доверенность формировать на бумажном носителе, потому что он ее желает направить в другой город. Да, либо он будет ее использовать только в электронном виде, например, на торгах, на электронных площадках. Она ему на бумажном носителе и не нужна. Да, вот. В данном случае нотариус уже сейчас, совершая нотариальные действия, формирует простую электронную подпись, да, с помощью специальных планшетов. Но усиленно квалифицированную электронную подпись выдает только лишь удостоверяющий центр. А уж необходимо или необходимо ему ее получить, решает, конечно, сам гражданин. Не могу с вами не согласиться. И озвучиваю телефоны в студии прямые 202-11-22. Дозванивайтесь к нам. У нас сегодня очень насыщенная информационная передача. Но ваши вопросы мы ждем и готовы их услышать. 202-11-22. Программа выходит в прямом эфире. И время у нас еще для принятия ваших вопросов есть, уважаемые телезрители. Дозванивайтесь. Следующий вопрос. Вот совершать удаленные дистанционные нотариальные действия. Скажите, пожалуйста, будут ли абсолютно все нотариусы? Либо у каждого нотариуса будет, ну, своя специализация? Специализации у нотариусов нет и на сегодняшний день. И быть не может, да? Да, и быть не может, конечно. Являясь юристом специально, да, со специальной повышенной квалификацией нотариус обязан уметь совершать все нотариальные действия, совершать которых, которые на него возложил, да, обязанный законодатель. Поэтому, коли уж вносит изменения в закон, каждый из нотариусов должен повысить свою квалификацию, изучить закон, уметь пользоваться в том числе и техническими новшествами, да, потому что подписывать электронный документ нотариус обязан своей электронной подписью и передавать данную электронную подпись он не может никому. Повышать квалификацию и соответствовать новым требованиям, идти в ногу со временем. Ольга Николаевна, вот в каких случаях удобно использовать нотариальные документы в электронной форме? Я уже говорила, да, что часть документов удобно использовать в электронной форме, поскольку они могут вообще не понадобиться на бумажном носителе для, например, для совершения каких-то юридических значимых действий в рамках электронного оборота. Иногда требуется перевести в электронный вид уже имеющийся документ. Предположим, необходимо передать документы в другой город, даже очень срочно, предположим, да. В этом случае, имея на руках бумажный документ, гражданин обращается к нотариусу, нотариус совершает нотариальное действие, удостоверяет тождественность документа в электронном виде, переводит в электронный вид данный документ и передает его либо другому нотариусу, либо другому лицу для исполнения. Если достаточно будет для исполнения документа в электронном виде, он так в электронном виде остается. Если вдруг его все-таки необходимо вновь перевести на бумажный носитель, производится действие в обратном порядке. Также мы знаем, у нас в госуслуги на сегодняшний день работают порталы получения государственных муниципальных услуг, возможно, также в электронном виде. Поэтому для получения данных услуг возможно использовать в том числе и электронные документы, подлинность которых подтверждена нотариусом. Ну вот все-таки документы какие перевести, может быть я повторюсь, вот тем не менее, да, есть, допустим, свидетельство о право собственности. Вот можно ли и нужно ли переводить такие документы в электронный вид, чтобы в будущем, если там недвижимость покупаешь, продаешь, на автомобиль документы, свидетельство о рождении детей. Вот какие документы сейчас вот просто лучше перевести? Свидетельство о рождении своих детей в электронном виде удобно, потому что они у меня хранятся, ну предположим, да, они у меня хранятся на флешке, мы куда-то поехали, и я знаю в любой момент, что документ у меня с собой. Да, да, мало ли вдруг он понадобится. Если мы говорим про свидетельство о праве собственности, ну на сегодняшний день свидетельство о праве собственности Росреестры не выдает, потому что, ну выписку, да, выдает у нас сейчас Росреестр. Этот документ фактически актуален, вот один день в день выдачи. Совершая нотариальное действие, если обращаемся к нотариусу, нотариус будет проверять актуальность зарегистрированных прав, обращаясь к сведениям реестра. Если вдруг нотариальное действие, сделка совершается не у нотариуса, в любом случае покупатель должен будет проверить актуальность записи реестра. Ну, это не тот документ, который необходимо хранить и переводить в электронный вид. Договоры, да, возможно, хранить. Доверенности могут быть переведены, да, если мы предполагаем, что они будут использоваться в электронном формате. Спасибо. Вот как вы считаете, все-таки цифровизация данных, вот удаленные действия, не будет ли это способствовать увеличению, ну вот, к примеру, мошеннических действий? Уже был факт совершения сделки по отчуждению недвижимого имущества в электронном виде, да, на основании подписанной электронной подписью гражданина, который на самом деле ее не получал. Но эта сделка была совершена в простой письменной форме без участия нотариуса. Вот именно поэтому, привлекая и передавая полномочия нотариату в рамках также контроля, да, за совершением действий в электронном, в цифровом пространстве, законодатель и обеспечивает соблюдение законности. Отпустить все это на самообеспечение нельзя. Ну и нотариус, конечно, выступает гарантом правильности совершения сделки. Да, нотариус в любом случае проверит личность лица, которая к нему обратилась, несмотря на то, что действие будет совершено в последующем в электронной форме. Хорошо, вот коснутся ли цифровые новшества оформления наследства? И оформления наследства в том числе. Уже сегодня я повторюсь, запросы нотариус сделали для оформления наследственных прав. Теперь новые взаимодействия с ведомствами также будут. Пенсионный фонд будет предоставлять нотариусам сведения о недополученной пенсии, в пенсионный фонд можно будет не обращаться. СНИЛС, сведения СНИЛС также будут предоставляться нотариусу в электронном виде. Более того, на сегодняшний день запущен пилотный проект в городе Москва, не у всех нотариусов, но он уже действует для того, чтобы в последующем его распространить уже на территории всей Российской Федерации. Если он будет успешным. Ну, конечно, если он будет успешным. Если я не ошибаюсь, данный пилотный проект получил название «Принятие наследства». В чем он заключается? Взаимодействие с банком у нас уже есть, да, с изберегательным. Когда банк нам в электронном... Мы, нотариусы, направляют сведения в электронном виде, запросы, банк в электронном виде предоставляет. Пилотный проект предусматривает, что если в состав наследства входит денежное средство, получив свидетельство о правильном наследстве, гражданину не придется обращаться в банк, отстаивать очереди, получать эти денежные средства, он их получит сразу у нотариуса. Да, ну, конечно, облегчает работу, не скажем, нотариуса, но гражданину время экономит, конечно, существенно. Ольга Николаевна, сейчас предлагаю перейти к вопросам от телезрителей. Вот, кстати, перевод в электронный вид. Умер дедушка, пропала сберегательная книжка. Что делать, куда можно обратиться по ее восстановлению? Вот здесь новшества, о которых мы сегодня говорили, могут, вот, помогли бы избежать вот такого, такой потери? Проблем не возникнет и даже на сегодняшний день, да, потому что сам факт наличия сберегательной книжки для оформления наследственных прав не так важен. Нотариус делает запрос, даже если сберегательная книжка будет на руках, нотариус обязан сделать запрос о наличии счетов, открытых на имя наследодателя. Получив ответ из кредитной организации, ну, как я полагаю, сберегательная книжка, это все-таки, да, сберегательный банк наш, да, Паузбербанк. Он получит сведения на день смерти, да, на день открытия наследства, там также будут указаны сведения о движении денежных средств после того, как наследство было открыто, потому что, возможно, и денежные средства снимались, да, по доверенности, все, может быть, да. Там будут указаны сведения о компенсации, которые положены наследодателю, и из ответа банка будет видна более актуальная и полная картина, а, может быть, там есть и другие счета, о которых наследники-то и не знают. Да, да, и не знают. Более того, банк обладает наличием информации, составлялась ли бы не составлялась завещательное распоряжение, поскольку наследодатель мог составить завещательное распоряжение на денежные средства не только у нотариуса составить завещение, есть еще право распорядиться денежными средствами в самом банке. Нотариус об этом узнает каким образом? Только лишь из сведений, которые предоставляются банкам. Вот, кстати, очень любопытно, а именно нотариус полную картину сведений будет иметь при обращении в банк, ведь наследникам эту информацию в банке никто не озвучит, правильно я понимаю? Да, все верно, да, наследникам эту информацию в банке никто не озвучит, у нас есть понятие банковской тайны. Нотариусу данные сведения предоставляются именно в связи с ведением наследственного дела, нотариус указывает, для какого наследственного дела он делает этот запрос, поэтому говорить о превышении полномочий, либо злоупотреблении полномочий здесь не стоит. Нотариус, получая информацию и видя, что происходит, конечно, ознакомит наследников с той информацией, которую им предоставил банк. Поскольку наследники с момента принятия наследства, вне зависимости от того, оформлено оно у них, не оформлено, получили ли они свидетельство, все-таки гражданский кодекс говорит, что они являются собственниками с момента открытия наследства, поэтому, конечно, они вправе знать, на что им полагается. Но ведь, когда открывается наследство, нотариусы всегда делают запрос с разрешения наследников, спрашивают, есть ли вклады да, а если нет, знают, не знают, все равно делают запрос, правильно? Более того, нотариусы рекомендуют сделать запрос, потому что наследники могут и не знать. Могут на сегодняшний день отсутствовать актуальные, открытые, действующие вклады, ну, если мы говорим, например, про сберегательную банку наследодателя, но быть вклады, которые существовали, были закрыты, но они подлежат компенсации. Компенсация же вкладов у нас открытых до 1991 года производилась, и получал наследодатель компенсации, не получал, наследникам вряд ли известно. Спасибо, Оля Николаевна. Вот вопрос похожий, но тем не менее его задам. Хочу получить в Сбербанке пенсионное начисление умершей матери, сколько стоит оформление права до наследства, какие нужны документы, как долго длится оформление, единственный сын задает вопрос. Для получения свидетельства о праве наследства, наследственное дело сначала необходимо завести, для заведения наследственного дела можно обратиться к любому нотариусу, если последнее место жительства в городе Самара, к любому нотариусу в городе Самара, свидетельство о смерти, справка о последнем месте жительства, документы, подтверждающие родственные отношения, сын, свидетельство о рождении. Нотариус делает запрос, на основании ответа, который предоставляет банк, 30-дневный срок установлен для ответа банком. На основании ответа нотариус уже сообщает наследнику, есть наследство, нет наследства. После того, как нотариус видит, что права на денежные средства существуют, хранятся денежные средства на счетах у наследодателя, производится расчет нотариального тарифа. Вообще нотариальный тариф для детей после смерти родителей составляет 0,3% от стоимости наследства, но в отношении денежных средств освобождения от этой части. И вторая часть нотариального тарифа, плата за оказание услуг правового технического характера, зависит от суммы, которая будет переходить по наследству. Если я не ошибаюсь, до 100 тысяч рублей, в пределах 1000 рублей. Спасибо. Ну и последний вопрос успею задать. Скажите, пожалуйста, может ли человек оформить наследство через 10 лет после вступления права наследства в силу? Сколько лет действует право на наследство? Пресекательного срока для оформления наследственных прав, если наследство было принято, не существует, законодателям не установлено. Самое главное, чтобы наследство было принято. Вот 6 месяцев, о которых мы говорим, закон установил для того, чтобы совершил действие наследник, чтобы наследство принять там, либо отказаться. Если человек решил, принимает путем подачи документов нотариусу, либо путем фактических действий вступил во владение и пользование. Даже если к нотариусу не обращались, но знаем, проживали по одному месту жительства с наследодателем, оплачивали расходы коммунальные, предъявляют это нотариусу. Если даже нет документов, обращаются в суд, подтверждают факт принятия наследства и оформляют наследственные права. Если человек пользовался имуществом, то он считается автоматически фактически принявшим наследство. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Время наше подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Смотрите нашу программу «Территория права» в прямом эфире в феврале. Следите за анонсами. Благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнали Симон.